Приветствую вас! Вы на канале Sparrow S9 и в этом видео будет обзор модульной спальной системы американской армии. Вот здесь у меня компрессионный мешок, кавер, спальник для холодной температуры и патрульный спальник. Вот в таком виде, вот в сжатом мешке, размер, который занимает эти вещи, примерно 33 сантиметра в диаметре. Здесь вот это расстояние, вот этого цилиндра, примерно 26 сантиметров. И весит все это добро в полном, так сказать, комплекте. 4 килограмма, 105 грамм мои весы показали. Вот так выглядит спальная система. Спальные мешки и кавер сделаны в виде кокона. Кавер, зеленый патрульный спальный мешок, черный спальный мешок для холодной погоды и компрессионный мешок. Начнем с компрессионного мешка. С распущенными ремнями компрессионный мешок представляет собой цилиндр. По высоте примерно 70 сантиметров и в диаметре примерно 33 сантиметра. Вход у него утягивается шнуром со стопором. Есть металлический люверс. И здесь есть клапан, чтобы закрыть вход в мешок. С противоположной стороны вот такое дно. Одна лента идет через дно. Здесь она не пришита и удобно носить ее, использовать как ручку. По длине имеется 6 компрессионных ремней с трехщелевками. Трехщелевки компании YKK и 3 ремня по окружности. Полиамидные ленты не такие толстые, как на системе Pulse Molly, но и не тонкие. Они являются окантовочными. В местах пришивания к материалу вот здесь вот такой закрепочный шов. Места, которые больше всего подвержены нагрузке при утягивании компрессионных ремней. Вот пришита лента. Вот здесь сверху. И вот на дне... На дне мешка имеется вот такая бирка с названием вещи, производителем и инструкцией по эксплуатации. Вес пустого мешка 345 грамм. Ковер спальной системы. Выполнен он из мембранной ткани. Задача этой ткани не пропускать внутрь влагу и пропускать наружу пар. К ногам он сужается, как и спальные мешки к плечам он расширяется. Он выполняется из различных цветов. Если он с камуфлированной ткани, то обычно камуфлированная ткань сверху, а одноцветная ткань снизу. Вот так выглядит. Дно ковера выглядит вот так. Вверху имеется липучка. Закрывается. И этот ковер закрывается так с головой. Здесь кроме липучки больше ничего нет. Закрывается так, чтобы вам на голову не падали осадки. И ветер не дул в лицо. И вверху, здесь рядом с липучкой, имеется этикетка с названием «Вещи производителям и инструкции по эксплуатации». Молния ковера закрывается клапаном с кнопками. Три кнопки. И два бегунка на молнии с противоположной стороны. Можно открыть отсюда или, соответственно, от плечей. Молния идет, ну, примерно так, до колен пользователя. И рядом с молнией кнопки, которые закрывают этот клапан. А также они так идут друг на друга для того, чтобы прикрепить спальники к коверу. Вот так материал выглядит снаружи. А вот так он выглядит изнутри. Слы проклеены все. Не проклеено только то место, где вот пришита молния. Ну, и, соответственно, сама молния не водозащитная. Вес одного ковера 895 грамм. Так выглядит патрульный спальный мешок. В нем сейчас находится второй спальный мешок, который с помощью кнопок к нему крепится. Выполнен он из тонкого материала врипстоп. Скорее всего, нейлон. В нем имеется молния. Также примерно до колен пользователя с двумя противолежащими бегунками. И рядом кнопок для присоединения других составляющих спальной системы. Внизу петелька. Возле молнии. На дне, в ногах спальника, имеется вот такая бирка с названием вещи, с производителями, с инструкцией по эксплуатации. Она такая же идентичная, как и на втором спальном мешке. Единственное, только отличается здесь названием. И, если верить этой этикетке, то этот спальный мешок предназначен до температуры примерно минус 1 градус. Внутри, между слоями ткани, небольшой слой утеплителя синтетического. Вверху имеется капюшон. Утягивается он с шоккордом, со стопором. И вверху молнии, чтобы молния сама не раскрывалась, когда вы спите и крутитесь в спальнике. Здесь пришита липучка. Изнутри спальник сделан из того же материала, что и снаружи. Молния имеет ветрозащитный клапан. Вес этого спального мешка, мои весы показали 1135 грамм. Спальный мешок для холодной погоды. Аналогичный предыдущему. С такого же материала в рип-стоп сделанный. Такая же подлиня молния с разнесенными в разные стороны бегунками. И с рядом кнопок для присоединения спальников друг к другу. Имеется такая же липучка вверху. Молнии. Капюшон. С утяжкой из шоккорда и со стопором. Петелька внизу молнии. И с этикеткой на дне спальника. Вот такая бирка на этом спальнике. С наименованием вещи. С производителем. С инструкцией по эксплуатации. И на ней написано, что этот спальник предназначен для температуры примерно минус 1-20 градусов по Цельсию. И в собранном виде вся эта спальная система, то есть с двумя спальниками и с кавером, предназначена примерно для температуры минус 20-45 градусов по Цельсию. Отличается он от предыдущего спального мешка только тем, что в нем более толстый слой утеплителя. Также этот спальник прошит. Вот один шов, второй шов. Соответственно, здесь три шва на спине. Точнее, спальник не прошит, а этими швами пришит утеплитель к материалу. Так как вот шов, а с противоположной стороны шва нет. Он идет чуть в стороне. То есть насквозь этот спальник не прошит одним швом. В патрульном спальном мешке утеплитель пришит только ткани, которая идет изнутри спальника. Снаружи спальника никаких швов нет. И внутри у спальника есть вот такой клапан, который закрывает ваше тело в районе груди. То есть отделяет часть, все тело от головы. Вот так выглядит этот клапан поближе. Такую фигурную форму имеет. Пришит к верхней части спальника. И здесь в одном месте разошлись нитки, которые край окантовывает. И видно утеплитель. Снизу под молнией пришит ветрозащитный клапан с утеплителем внутри. И полиамидные ленты с этой и с этой стороны. Вес этого спального мешка 1730 грамм. Вот, чтобы открыть или закрыться, надо открыть кнопки. Здесь вот такая стопка кнопок. Открыть молнию кавера. Дальше идет молния спального мешка патрульного. И дальше идет молния черного спального мешка для холодной погоды. Обратите внимание, что здесь нет металлических пулиров на молнии. Здесь, на летнем спальном мешке, на патрульном, есть металлические пулера. И внутренний мешок также не имеет пулера металлического. Я думаю, что вот так с пулерами сделано для того, чтобы ночью или изнутри, нащупывая, какой бегунок вам надо какую молнию открыть, можно было определиться, какой вы спальный мешок или какую вещь вы открываете. На спальниках и на кавере использовалась молния Y-K-K номер 9. И бегунки двухсторонние везде. Вот такая спальная система сегодня была в обзоре. Большое спасибо за внимание. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова